Лето, а особенно осень, это время сбора урожая. В данном случае речь пойдет о лечебных свойствах листьев кабачка и рецепты из этих листьев. Я не буду перечислять, я не буду зачитывать, потому что я дам ссылку, читайте, развивайтесь. Я хочу сказать, что сейчас время сбора урожая. Листья хорошие, можно собирать. Но я хочу предупредить людей, которые занимаются сбором, которые хотят получить хорошее, качественное растение, качественную продукцию, качественные лекарства, чтобы не получить еще какие-то заболевания. Вот я показываю листья, которые не надо собирать. Это белые листья, это мучнистая роса. Такие листья для сбора вредны, потому что неизвестно, какие заболевания несет вот эта мучнистая роса, которая попала на листья кабачков, на листья тыквы и вообще на все овощные культуры. Я хочу показать, вот на примере своего огорода, своего, как говорится, посадочного материала. Вот листья кабачков должны быть вот такие чистенькие. Вот кабачок и листья должны быть чистые, чтобы не было нигде беленьких вот таких вот пятнышек. Вот такие листья можно собирать. И вы никогда не пожалеете о том, что сорвали, использовали такие листья. Потому что листья показывают о том, что не было никакой мучнистой росы. Я ничем не поливала, кроме обыкновенной воды. В самом начале, чтобы семена пошли в рост, я поливала гумусом, разведенным гумус куриный. Вот и все. И залу размешивала с водой и после этого больше ничем не поливала. Почему я не поливала? Потому что кабачки это больше жидкости. Если что-то польешь, значит все это будет, соберет вот плоды кабачка. Поэтому я ничем не поливала, только обыкновенной колодецной водой. Вот листья. Ну, тут есть листочки. Видите, на каких этих самых ножках. Это сейчас вот еще плодоносит, еще будут плоды. Я уже... Первый сбор был уже где-то около 12 кабачков. И вот дальше еще есть цветы и будут плоды. Вот. Я нарвала листочки. Вот так. Вот такая зелень. Видите, везде. Вот такие листья, где есть пятнышки, есть где этот, я не срывала. Потому что я не знаю, что это такое. Возможно, было холодно, возможно, где-то попала мучнистая роса. И поэтому такие листья я не рвала. Рвала только чистые листочки. Вот чистые листочки. Я их промыла, выложила на друшлаг. И можно применять к использованию. Вот так нарезала. И потом я буду сушить. И дам ссылочку. Лечебные свойства вот этого листьев кабачка. Я еще раз говорю. Будьте внимательны. Не собирайте листья вот с такой, с белыми пятнами. Это мучнистая роса. Собирать нужно листья. Только чистые. А чистые это, сейчас еще раз покажу. Это вот такие чистенькие листочки. Вот. Тогда будет польза от этого растения. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала под роликом, есть расчетный счет. Под роликом я дам ссылки на лечебные свойства кабачковых листьев кабачков. Там вы все прочитаете. Кому что будет интересно.